Я как тренер считаю важным предоставлять информацию о проблемах женщин-предпринимательницы в международном торговле и повышать уровень знаний сотрудников контрольных органов на границе в области упрощения процедур торговли с учетом гендерных факторов. В ходе тренинга участники высказали свое мнение о создании более благоприятных условий для женщин-предпринимателей и их проблемах в международном торговле. Мои усилия в качестве тренера будут направлены на повышение уровня осведомленности сотрудников контрольных органов на границе в области управок женщин и проблемах гендерного характера, с которыми сталкиваются женщины-предпринимательницы, а также снижение существующего все еще неравенства между женщинами и мужчинами. Эти тренинги позволят женщинам-предпринимательницам повысить свои уверенности в участии в торговле и отстаивание своих интересов в процессе ведения своего бизнеса. Считаю, что если в торговле женщинам будет удалено центральное место, это позволит хорошее достижение в области устойчивого развития каждой страны. Тренинги по гендерному равенству проходили в городе Худжанзе и в городе Душанбе совместно с женщинами-предпринимательницами. На этих тренингах женщины-предпринимательницы могли высказать свои существующие проблемы и найти пути их решения совместно контролирующими органами на границе. В будущем мы планируем обучать новых сотрудников таможенных органов на границе проблематики гендерного равенства. Как известно, женщины более уязвимы во время реализации бизнес-процессов и, соответственно, они более подвержены стрессам при прохождении границ, при реализации своего товара. Вообще, торговая политика, которая учитывает гендерные аспекты, позволяет женщинам в бизнесе лучше достигать своих финансовых результатов, увеличивать свой собственный доход, что непосредственно улучшает их собственные домохозяйства, собственные семьи. И именно этот фактор дает нам возможность быть более уверенным в завтрашнем дне и особенно в благополучии наших собственных семей. Законодательством Республики Таджикистан у нас созданы все условия для гендерного равенства на всех социальных уровнях. К сожалению, в жизни мы сталкиваемся с проблемами ввиду сложившихся стереотипов. Цель гендерного обучения – дать слушателям понимание различных социальных ролей и потребностей как мужчин, так и женщин, вызывать у них неприятие поведения структур, основанных на предубеждениях и дискриминациях, а также неприятие социального неравенства с тем, чтобы они могли применять полученные знания в своей повседневной деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok